дорогие братья и сестры мы сейчас находимся в мактаба бин бас шейха бин баса рахима вот здесь в общем что офисы шоуну ледовия аль мухасова интересный ну давайте поднимемся в сам зал сейчас поднимемся в зал здесь у нас брат сидит на истегбале проход здесь такой здесь книжки раздаются бесплатные пошел вошел книги здесь книжный как в библиотеках где что доброй артой где можно прийти почитать книги здесь лифт скорее всего есть на ну давайте брат я вызвал лифт сейчас поднимемся на лифт первый этаж второй этаж может быть шейф убить базу садака будет через наш приход так что можете приходить это в азизире первый этаж здесь первый этаж здесь можно было по лестнице подниматься мы поднялись по листу так здесь чем еще один лифт здесь лестничная площадка туалет есть тахарадхана есть здесь книги какие-то выставлены уже смотрим сахарма имам бухари маршалла так здесь что мухтасар понятно почему именно здесь выставили это здесь какая-то мудрость есть а адуль вахит сейчас каши так книги здесь может спокойно сидеть читать пожалуйста студенты здесь отдыхают никто никому не мешает компьютер поставил розетка есть можешь спокойно здесь сидеть работать заниматься бахсом здесь можно обсуждать тему какие-то с библиотекарь наверно можно даже интересный момент вот здесь студент учиться не знаю что он делает но вот в принципе смотрите какая красота вот так можно здесь учиться кто и готовится к экзаменам приходят здесь собираются братья конечно мало кто сейчас книги читает мало кто сейчас старается но здесь какой-то туалет мучта походу здесь какой-то студент мучта старательный профессор наверно какой-нибудь будущий даже кресло прям такое прям смотрите кресло прям засиженные прям у него свою но и вот книги здесь книги 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 у каждой книги своя нумерация есть смотрите 373 237 , 2, что это означает интересно 237 всех причем одинаковые да так 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 это более мором более мором более мором более мором сахар мус not Мусна дарими, суннан дарими, так есть, здесь тоже суннан. Сиди, изучай, сиди, читай книги. И шейху бин Базу, Аджир садака, будет садака джарья, надо что-то прочитать, обязательно, Мусна дарим. Абия аля аль маусылий, Мусна дарим. Сколько томов? Машала, шестнадцатитомник, Мусна дарим. Смотрите, сколько книг, сколько книг. Это наша религия, запомните, это наша религия. Столько книг, разных томов составили ученые, собрали сборники, шархи. И все про нашу религию. Смотрите, какая наша религия богатая, какой он ислам. Что он не ограничивается только там несколько дуатом, выучил молитву и все. Нет, вот, изучайте, приезжайте учиться здесь, учиться, читать эти книги. И чтобы из вас тоже получился новый имам Бухари вышел, имам Термиди вышел. Аннасаи, где все Анджани, Фаргани, где, где эти люди, Алматы, где эти мухаддисы наши. Пусть они приезжают, учатся. Дорогие братья, очень, 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 очень хочется, чтобы наши знания были не только в книгах, а в наших сердцах, в наших умах. Чтобы понимание было всего этой, этой религии. Правильно. Вот смотрите, какие книги. Старые, да? Древние. Субханавла. Может быть, эту книгу шейх бин Баз читал, сидел. Тут вот мы сейчас как раз намаз читали, в мечети бин База. Где он проводил уроки. Видите, смотрите. Баб Амрусаби бессаляти. Тамринан ля вудюбан. Махшал, смотрите, какой раздел, что нужно приказывать ребенку намаз выполнять. Тамринан ля вудюбан. Амрубни мусайб. Анабиги анджаддихи каля. Каля Расуль Аллаху алейхи вассаляма. Муру сайбьяна ком бессаляти. Смотрите, Расуль Аллаху алейхи вассалям приказывает. Муру. Муру, это приказ, значит, амр. Приказывайте, о вы, приказывайте вашим детям, сабьяна ком бессаляти. Выполнять молитву. Ли саби синина. В семь лет, смотрите, саба, в семь лет. Вадрибугум. И бейте их. Алейха. Что? Алейха. Смотрите, алейха. И бейте их за намаз. Ли ашра синина. Ли ашри синина. Десять лет, если он намаз не читает, то. Идрибугум. Ва фаррику байнахум. Фильмаду аджиай. И разделяйте между ними в кроватях. Равагу ахмад вабну дауд. И идет его уже толкование этого хадиса. Смотрите. Толкование на двух страницах. Да, уже идет. Смотрите. Смотрите. Вот просто открыл на эту страницу. 322 страницу. А что за книга? Даже я не знаю книгу. Потому что на обложке не было написано. Торджима ассохи. Нейли лаутар. Нейли лаутар. Нейли лаутар. А, это Нейли лаутар. Книга. Ага. Так что братья. Надо приезжать сюда и читать все эти книги. Учить эти книги. Давайте. Давайте. Где ваши? Где ваши дети? Где вы? Пожалуйста. Пожалуйста. Приезжайте. Милость Аллаха. Видите? Мухаммад вну Али. Ибн Мухаммад. Аш-шивкани. Написал. Аш-шейх. С большой буквы. Смотрите. Салив-лям. Аль-имам. Аль-мучтахид. Кады. Куда. Смотрите. Судья всех судей. Аль-Катр. Аль-Ямани. Аш-шивкани. Мухаммад вну Али. Аль-Мухаммад. Аш-шивкани. Первый джус. Книга была написана. Смотрите. В 1961 году. С составленным Таба-Сариса. третий этапа третье издание 1380 год то есть 61 сейчас 61 как один год книги скорее всего шейх бен бас читал книгу и мы с ним с вами сейчас прочитали эту книгу сделаем два за нашего шейха что полос по наталья ему записал еще одну а джер благих поступков и кто возьмет этот хадис и кто возьмет этот видеоролик и кто будет жить и кто привезет своих детей и кто подумает посмотрев этот ролик что надо приехать и чтоб все это все это было связано и записано шейху бен базу судный день чтобы он это увидел этот хайр который мы хотим для себя и для других и для шейха тем более и так вот братья смотрите сколько книг про нашу религию наша религия она очень богатый в нашей религии все есть смотрите все расписано от а до я ни в одной другой религии вы такого не найдете здесь ответы на все вопросы здесь все расписано взаимоотношения между супругами взаимоотношения с детьми взаимоотношения с бизнесменами с партнерами с братьями соседом взаимоотношения если твой сосед мусульманин или не мусульманин если твой сосед родственники ли дальние родственники ли вообще не родственник или он вообще не из числа мусульман здесь все-все-все найдете ответы и наша религия она живая она не связана с каким-то временем поэтому дорогие братья приезжайте учитесь учитесь бар каллафика вот здесь кстати рядом есть зал компьютерный зал здесь компьютерный здесь уже компьютер а зерпа электронные куту полю куту электрония то есть смотрите здесь можно найти книги которых мы можем может даже не не найдем в нашей библиотеке но они есть в электронном виде здесь можно найти все книги и посидеть спокойные уроки проходить смотрите так что можно приходить учиться вот так и не хочется чтобы это все пустовало должны здесь наши дети учиться дорогие братья давайте 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 я вас побуждаю в первую очередь себя и вас побуждаю потому что мы вы приехали сюда приезжали учились смотрите сколько книг сколько книг это надо же изучать это же надо все зубрить это же нужно понимать смотрите фахом 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 должен быть понимание этой религии понимание этих книг смотрите мы понимаете с вами на второй этап еще книги тафсиры фигх взаимоотношения торговля смотрите закат темы темы какие большие темы разбираются здесь вот еще тоже эти переплет какой новый это надо братья сидеть изучать каждую книгу просто садиться делать разбор каждой книги вот кто-то может умеет знает арабский язык знает книги просто приходишь каждый день берешь какую-то книгу садишься изучающие в течение дня там фарис содержание проходишь и потом берешь вот также телефон выставляешь ролик и говоришь братья такая книга столько томов говорится про то-то 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 посмотрите неужели никому не интересно что есть такая такой труд вот сидел ученый представляете и составил эту книгу и теперь эта книга вот шестьдесят два тома 60 62 тома представить 62 книги они даже больше 76 77 78 78 пока нашел 78 тому представляете в россии или в других там государствах там у многих людей библиотеки там какие-то книги там что на шкафах не мусульманского характера и они там смотрят вот это вот этот бунин там это пушкин это такой-то это такой-то щедрин там салтыков а вот здесь представляете человек написал 78 книг о чем давайте посмотрим я сам первый раз честно сказать кто это то есть он уже это тарих это уже тарих ну-ка мадина тут домашка представляете история города дамаска это чел это чего во всех что ли это все тарих города дамаска давайте возьмем например вы смотрите это какая книга это девятая книга это все тарих история дамаска имам-адин аш-шафия ну что братья кто готов кто готов прочитать эту всю 78 томов историю дамаска а вот это да представляете весь тарих стоит приехать до поднимается как бы до желание изучать историю это не история там в школах которые нам преподавали вот она история история мусульманских ученых между прочим она как бы не искаженная она правдивая ее надо читать смотреть что происходило когда происходило когда набеги были когда там произошло то-то 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 это все тоже нужно изучать но кто приедет сюда изучать эти книги где наши имамы бухари где наши имамы новое поколение где где вы приезжайте братья и сестры приезжайте давайте изучать для великого сегодня с одним братом разговаривал он говорит очень много братьев и сестер пишут из россии учатся изучают арабский язык особенно знаете где осужденные братья и сестры которые принимают ислам в тюрьмах и они там сидят и они очень много читают они очень много книг проходит там она у нас ухана тюрьма для них стало наоборот тем моментом что они одумались да что у вас по натальях привел через это привел к религии они изучают большие большие книги они сидят потом ученых смотрите какая большая книга она даже не умещается то есть у нее смотрите типография какая была очень большие книги очень большие и еще хорошая новость я с вами поделюсь мы сегодня были с братом нашим хорошим братом в университете в мулькура и там в мулькура мы познакомились с доктором доктором хасан бну абдуль-хамид бухарий у него корни бухарские были но он здесь местным уже уроки дает он здесь все решать вопросы университете и он сказал но мы затронули во первых тему того что здесь не хватает арабского языка для иностранцев то есть нужно учить обучать наших братьев наших сестер открыть какой-то курс и вот как египте у нас везде курсы 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 изучения арабского языка и говорю мы здесь здесь этого не хватает но сказал что с месяца марта дай аллах появится здесь курсы откроются и будет выдаваться визы называть это алимия виза где россия то есть учитель для учебы и мы предложили как бы давайте начнем готовиться к этому чтобы мы подготовили здесь место где будут все братья собираться приезжать с женами с семьями получать эту визу минимум полгода потом год полтора года они здесь будут учиться изучать арабский язык до обеда после обед они уже будут заниматься тут уже пожалуйста вот библиотеках сидеть приучить своих детей библиотеки сидеть читать книги изучать религию ходить в аль-харам учиться поклоняться главу спана ватали сидеть у шейхов представляете какая возможность есть получить визу вот эту учебную учиться получить потом еще диплом шагаду еще специальность какую-то что вы можете потом быть переводчиками гидами инструкторами для паломников для туризма там в области туризма в торговле еще в других направлениях то есть это специальные курсы такие для повышения квалификации для изучения арабского языка это будет здесь на базе университета у малькура и если мы это этот момент застанем дай аллах до марта до марта дожить и если они будут то естественно во первых подписывайтесь на видео на на канал следите за новинками поставьте себе в телефоне этот как бы напоминашку что вот надо в марте нуру 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 по написать там на ватсап или на телефон там позвонить или там посмотреть новые ролики может быть там именно про эту визу я буду уже говорить более подробно может быть к этому времени вы уже созреете приехать и дай аллах дай аллах мы эти визы будем для вас вытаскивать будем помогать вам здесь с заселением с расселением встречать вас здесь будем делать какой-то один какой-нибудь корпус где будут все наши русскоязычные находиться будут учиться будем делать какие-то курсы помогать все равно нужно помогать адаптироваться здесь питание там туда-сюда столовая чтобы была своя чтобы ну люди приезжали и сразу приступались к учебе и у них все было подготовлено ждать то есть все бытовые вопросы быстро решены чтобы уже люди сразу вклинивались в учебу учебный процесс и вот вот этот учебный процесс для вас уже начинается с этого момента дорогие братья дорогие сестры учиться никогда не поздно и давайте намерение делать не чешало обязательно приедем ищало обязательно прийти но не ждите до марта вы можете сейчас уже туристические визы получить и на три месяца уже приехать то есть у вас уже февраль-март-апрель у вас уже может быть туристическая виза потом мы вам если появится вот эти визы учебный мы вам можем сделать учебные визы но самое главное приезжайте приезжайте побежать и парка луфи куча закумал хайрам хайра джаза с вами был брат ваш нор но вот тариф дамаска вас ждет ждет что приедут наши братья может быть кто-то умеет быстро быстро читать как имам шафи он открывал книгу и сканировал просто он мог за полчаса сканировать книгу просто посмотреть и запомнить может быть кто-то умеет этим делом заниматься быстрое чтение запоминаем вот это память может у кого-то есть такие уже техники навыки это нужно внедрять нужно сюда приезжать обучать братьев сестер этому чтобы люди учились читали эти книги что под ним взглядом он посмотрел на страницу из ее всю охватил в зрением с вами выучил как вот имамы раньше были имам шафи вот так он читал книги представляете но для этого нужно было готовиться нужны были вот эти все средства вот такие люди есть кстати есть люди такие которые выучивают 27 языков у меня друг был по ислам принял 27 языков он знал за три дня брал язык как но это уже на другое видео есть были знакомые которые учили куран или учили книги некоторые про некоторых шейхов мы даже читаем истории они в день джуз выучивали джуз представляете 20 20 страниц 10 листов в день выучить какая память тренировка парк лави к вам дорогие братья не буду затягивать пишите подписывайтесь и следите